Он без проблем преодолевает валуны, поваленные деревья и другие препятствия высотой до 70 см. Отлично плавает, без затруднений проходит болото и глубокий снег, а также способен с легкостью выходить из воды на лед. Вездеход, который своей сверхпроходимостью впечатлит каждого, представили жителям Наринмара участники экспедиции на восток. Команде предстоит преодолеть 10 тысяч километров, пройти вдоль всего полярного круга и финишировать в Петропавловске-Камчатском в ноябре. С путешественниками и конструктором чудо-машины встретилась Надежда Литкова. Вездеход «Шерп» – уникальная машина, над конструкцией которой Алексей Горогашьян работал долгие годы. Уже после первой демонстрации публики в 2015 году стало понятно, что не только российский, но и международный рынок вездеходов претерпит изменения. Столь удачной оказалась конструкция. 14 апреля экспедиция на восток стартовала в Архангельске. Спустя две недели, пройдя мизень, она уже в Наринмаре. По пути 15 остановок финиш экспедиции запланирован в Петропавловске-Камчатском. Огромные колеса объемом 800 литров обеспечивают прекрасную проходимость. Лучшего полигона для демонстрации достоинств машины, чем безграничные просторы России, придумать невозможно. Старт трансконтинентальной экспедиции предварял почти двухлетний период подготовки. Пять продуктовых и технических забросок подготовлены заранее и распределены по маршруту, чтобы обеспечить жизнедеятельность экспедиции. Несмотря на то, что экспедиция сейчас в начале пути, Шерпу уже удалось преодолеть водную преграду. Река Кейпина уже вскрылась от льда. Вездеходы хорошо плавают. Они плавают, погружаясь примерно на полколеса. И за счет лопаток, 26 лопастей высотой 50 мм на каждом колесе, каждое колесо 800 литров объема. И этого вполне достаточно, чтобы и держаться на воде, и иметь приличную скорость. До 6 км в час вездеход идет по воде. По плану ежедневная дистанция составит 50-60 км. В многомесячный путь отправились 8 членов команды. Каждый из них способен не только управлять вездеходом, но и решать ряд других задач. Навигация, техническое обслуживание, фото- и видеосъемка. Путешественники признаются, быть организован хорошо, спать в вездеходе комфортно. Удобные лежанки длиной 2 метра обиты поролоном. Температуру поддерживает автономный отопитель. Конструктора безотказной машины сопровождают супруга Ольга. Оставить дом ради длительного путешествия было несложно, говорит она. Ведь большую часть года супруги проводят в походах и поездках. Это помогает хорошо чувствовать технику и постоянно ее совершенствовать. Подстраиваемся под солнце, под световое время и подстраиваемся под нас. Потому что нам максимально надо застать плотный снег. И вот сейчас стараемся вставать пораньше. И при необходимости, может быть, даже перейдем на такой режим, когда будем совсем рано вставать, чтобы по нас проходить побольше. Российский вездеход Шерп уже завоевал симпатию мировой общественности. Журналисты «Бизнес Инсайдер» назвали машину монстром автомобильного мира. А Digital Trends уверены, что Шерп – мечта тех, кто в детстве увлекался игрушечными грузовиками. Покорила чудо-машина и наринмарских мальчишек. То есть дети широкие, и даже если тает лед, они устоят? Сами знают. Да. Выходить на связь команда планирует несколько раз в неделю через спутниковую связь. На официальном сайте можно также отследить маршрут движения по интерактивной карте. Надежда Литкова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».